Вести Общероссийского общественного движения «Народный фронт» за Россию в Республике Дагестан «Окончательно решить проблему обманутых дольщиков, позволяет государственные гарантии». Такое мнение высказал совпредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Республики Дагестан, депутат Государственного Думы России Умахан Умаханов. На прошедшем совещании с членом правительства, президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, потребовал найти окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. Путин отметил необходимость в обязательном порядке обеспечить соблюдение жилищных прав граждан. К примеру, в Дагестане, по данным Министерства Республики Дагестан, общее количество обманутых дольщиков составляет 305 человек, в то время как показывает мониторинг, проведенный активистами ОНФ в 2017 году, их более полутора тысяч человек, отметил Умаханов. По его словам, решить проблему обманутых дольщиков можно с помощью нескольких эффективных законодательных механизмов. Мы предлагаем создать единый реестр обманутых дольщиков, предусмотреть на региональном уровне целевую финансовую поддержку расходов на окончание строительства жилья. Рассмотреть возможность оказания господдержки в достройке домов в три этапа. Первый – консервация проблемного объекта и недопущение ухудшения его состояния. Второй – завершение строительства. Третий – предоставление субсидий гражданам для компенсации их расходов, сказал Умаханов. Рекомендации в виде общественного предложения передан главе Республики Владимиру Васильеву. Владимир Путин внес в Госстуму законопроект, предлагающий заменить уголовную ответственность на административность для граждан, которые впервые привлекаются к ответственности за публикации в интернете экстремистских материалов. Президент Российской Федерации поручил Народному фронту и Генпрократуре анализировать использование правоприменительной практики понятия «экстремистское сообщество» и «проступление экстремистской направленности». Специалисты ОНФ изучили десятки случаев привлечения к ответственности за лайки или репосты экстремистских материалов и убедили, что с учетом большой количества информации в сети интернет и скорости ее распространения, зачастую граждан размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их должного анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования. Сейчас ответственность за подобные деяния предусмотрена в части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное преследование по данной статье, помимо возможности реального лишения свободы сроком до 5 лет, предусматривает включение лица в перечень экстремистов и террористов, вытекающим отсюда возможными блокировками банковских счетов и иными ограничениями на совершение юридически значимых действий. Во время программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным внимание президента России было обращено на то, что в последнее время участили в случае возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответ подчеркнул, что необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не давать подобные дела до абсурда. Пресс-служба Общероссийского народного фронта по Республике Дагестан.